Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным высказал свое мнение по поводу безопасности в Европе, в том числе Молдове. Макрон заявил, что мы должны строить безопасность, уважая суверенитет стран, которые не являются членами ЕС и НАТО, но которые находятся в регионе. Беларусь, Украина, Грузия, Молдова – это государства, чей суверенитет и независимость должны пользоваться уважением, ведь это тоже часть нашей коллективной безопасности, продолжил президент Франции. Именно этот вопрос мы обсудили с Владимиром Путиным, а также он обязательно будет затронут в Киеве. Еще раз подчеркну, нам нужна максимальная прозрачность и деэскалация, потому что мы живем на обеих сторонах общих границ и не может быть безопасности для европейцев, если ее не для России, заключил Макрон. Стоит отметить, что роль России в дестабилизации Молдовы неоспорима. Так, 1 августа 1992 года на территории Молдовы закончилась горячая фаза войны за Приднестровье. Закончилась она, так как на территорию Приднестровья прибыли миротворческие силы российской армии. С того момента прошло уже 30 лет, однако никаких изменений до сих пор нет. Более того, часть войск РФ до сих пор находится на территории Республики Молдовы. Так, недавно глава МИД Молдовы Нику Папеску заявил, что Кишинев продолжит требовать вывода российских войск из Приднестровья, а также уничтожения устаревших боеприпасов. Молдова продолжит настаивать на выводе российских войск. Это останется важной задачей. Решать эту проблему мы будем на основе диалога и конкретных действий. Этот диалог постоянно ведется с нашими российскими партнерами, отметил Нику Папеску. Министр также выразил сожаление в связи с учениями российских военных в Приднестровье в прошлые выходные. Присутствие оперативной группы войск на левом берегу Днестра противоречит международным обязательствам России и национальному законодательству. И, соответственно, как само присутствие, так и проведение учений противоречит нашему законодательству. Подобные учения не помогут умиротворению ситуации в регионе, и эти действия контрпродуктивны, подчеркнул министр иностранных дел и евроинтеграции. Кроме того, Молдова попросит у НАТО помощи по выводу российских войск из Приднестровья. Молдова активизирует усилия, направленные на вывод российских миротворческих сил из Приднестровья и будет добиваться помощи НАТО. Об этом говорится в индивидуальном плане сотрудничества Кишинева и НАТО, который был утвержден правительством страны 19 января. Как следует из текста документа, Кишинев планирует активизировать переговоры по ситуации в регионе в формате 5 плюс 2. Для организации встреч власти республики попросят помощи у западных дипломатов, а также будут добиваться введения на спорные территории многонациональной гражданской миссии с международным мандатом и постепенного вывода российских войск. Как заявил на этот счет министр иностранных дел республики Нику Папеску, новое соглашение никак не нарушит принципа нейтралитета, который закреплен в Конституции страны. Молдова сохраняет свое суверенное право самостоятельно принимать решения относительно уровня сотрудничества в разных областях, включая обеспечение своей безопасности, пояснил Папеску. Отмечается, что помимо Приднестровского конфликта документ затрагивает вопросы участия молдавских военных и в других международных операциях, в том числе на территории сербского Косова. Кроме того, согласно плану, военнослужащие республики начнут проходить ежегодную подготовку под эгидой ООН и ОБСЕ для участия в миротворческих миссиях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok